Алло, Владимир Владимирович, приветствую, это Владимир Вольфович вас беспокоит. Владимир Вольфович, звоню вам с того света, добрался, так сказать, без происшествий. Можете меня поздравить, я нашел самый простой способ обойти все санкции. Что вы говорите? Какой я приказ нарушил? Что значит приказа умирать не было? А кто вам сказал, что я умер? Ну, бендеровцы вон заявляют, что я сдох. Я в данной ситуации склонен им верить. Так что не надо наговаривать, ничего не нарушал. Куда попал, в ад или в рай? Ну, смотрите, вообще попал в ад. В ад, конечно, попал в ад. Но по сравнению с тем, что в ближайшее время ждет Россию, то здесь можно сказать рай. Но в целом мне тут нравится, конечно. Хорошо здесь сплошные подонки и сволочь. Убийцы и нелюди. Стадо тупых зомби. Чувствую себя как на родине. И что интересно, что интересно, главного их зовут Люцифер Люциферович. И прозвище у него такое звучное. Пекло. Пекло. Что еще? Много наших тут. Сталин, Берия, Гитлер. Все здесь. Все. Чикатило вон со сковородки вам рукой машет. Привет передает. Передам. Уже передал. Гитлер, кстати, о вас хорошо отзывался. Сказал, ученик превзошел учителя. Подонок. Подонок это в смысле молодец. Тут все спрашивают, когда вас ждать. Говорят, какая вам разница, сидеть под землей или лежать. Тем более, тут такие же черти, как и у вас там. Будет с кем пообщаться. Для этого, сказали вам, уже подготовили отдельный чан с 20-метровым столом. Кстати, тут вам просили передать весь газ, газ и уголь. Тот, что Европа отказывается покупать у нас. Продавайте сюда прямиком. У них тут после очередной чернобаевки с этим нехватка. Я договорился, они готовы платить в рублях. Кстати, хотите прикол? Прикол хотите? У военных наших вообще бинго. Ирония судьбы. На Украине попали в котел, потом попали сюда, и тут тоже котел. Че не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Кобзона видел. Кобзона Иосиф Давидовича видел его. Интересовался, сколько пригласительных на концерт вам оставить. Там первые 10 рядов плюс откинушки. Все для вас. Вообще, он, конечно, молодец. Молодец. Внимательный, так сказать, к новым слушателям. Теперь и на сирийском языке песни поет свои. Спрашивал, долго ли вы там воевать собираетесь? Просит, если можно сделать небольшой антракт. Он между концертами переодеваться не успевает. Вот что хотел попросить, Владимир Владимирович. Передайте патриарху Кириллу, что я против того, чтобы он отпевал. Он же гундяев. На храме, чтобы он под ухо гундел там. Пусть лучше Тимати отпоет что-то наше, русское. Давай до свидания. Или, например, чикси танцуют, пока мы в клубе. Не знаю. На его вкус, в общем. Есть еще такой вопросик. Вопросик есть. Можно меня рядом с Лениным положить? Или вы для себя там место держите? Для себя? Но я человек неприхотливый и могу и в ногах лечь. Да. Теперь по поводу чертей. Смотрите. Передайте Соловьеву и Скобеевой, что для них тут приготовили сковородки с высококачественным покрытием. Язык не прилипает вообще. Да. Еще. Будете видеть Киселева? Киселева. Видите, что его здесь ждет отдельный чан с радиоактивным пеплом. Да. И это. Владимир Юрьевич, спросите у Шойгу, что он там надумал. А то он то появляется, то исчезает. Просто хочу понять, занимать ему место тут или нет. Да. Все. И последняя просьба. Последняя просьба. Во главе ЛДПР поставьте Киву. Как говорится, дебил умер. Да здравствует, дебил. Да. Все. Буду заканчивать. Завод на процедуры, так сказать. Уже иду. Иду уже, подонки. В двух словах. Как там наши? Хотя ладно, не тратьте время. При встрече расскажите. Все. До свидания.